Перевёл и озвучил Евгений Зайцев. Пахнет, как в старом универмаге. Ладно, давайте начинать. Ого, ничего себе пакет барахла. Так, что у нас здесь? О, я смотрю, ношеная обувь, да ещё и запахом. Если что, это не моя, это мои свекрови. Она их больше не носит, как раз из-за запаха. Ну, я понимаю. А вот эти грязненькие, это мои подруги. Вот эти великолепные. А, да, ну вообще это мои, красивые, правда? Вот эти прям вообще антиквариат какой-то. А их кто носил? Их носила моя подруга Лена. А что там внутри такое? Как это выковырять? Это что такое? Чего? Это что за х... Оно живое? Да я думаю, это силиконовая игрушка. Да нет, оно живое. У меня в обуви был скорпион. Да нет, на самом деле, раньше использовали сторожевые скорпионы. Святая Нефертити. Окей, окей, окей. Господи, хорошо, что он не вылез у меня в шкафу, а то у меня там две собаки. Мне жаль ваших собак. Это ваш? Нет. Ау. А чей тогда? Собаки. А, я вас понял. Вообще нам очень часто приносят обувь, внутри которой прячется какая-нибудь тварь. Я имею в виду божья тварь. Да, и вот это, например, сторожевой скорпион. Этот вид скорпионов любит запах потных ног. Бедные скорпионы. Да, еще они любят запах селедки, поэтому могут прятаться в трусах, так что аккуратно. А что вы с ним будете делать теперь? Наш босс вьетнамец, он любит деликатесы. Он съест его? Вообще это ваш скорпион, так что хотите, ешьте вы. Нет, вы что, я никогда не ел и не буду есть скорпионов. У меня есть кошки и собаки. А, я вас понял. Субтитры сделал DimaTorzok